Оля, скажи, пожалуйста, как найти вторую половинку? Я продолжаю делиться своими точками зрения, поэтому если это будет полезно, пожалуйста, можно это использовать для себя в своей жизни. Если нет, значит, можно пойти и получить какой-то свой опыт. Я думаю, что не будет ни для кого новостью, если я скажу, что мы полноценные, целостные существа, и нам не нужно искать половинки, но поскольку запрос звучит так, то давай его и развернём. И развернём мы его с того, что наш мозг, наша система не может нам предоставить, взять то, чего у неё нет внутри. Он так работает — мозг, сознание, подсознание. Поэтому все ваши, наши половинки, партнёры, всё это является отражением нас. Поэтому вопрос не в том, как найти, а вопрос в том, какого качества будет партнёр, который придёт в жизни. Это касается мужских, женских отношений, это касается деятельности, дружбы, это касается всего. В любом случае, кто бы ни пришёл в твою жизнь, это будет отражением твоих внутренних программ, состояний, процессов, сценариев, там того, что называют кармой, того, что мозг увидел и запомнил, система, да, подсистема я имею в виду тело, и все наши тела, всю нашу структуру. Увидел и запомнил, когда формировался, то есть в детстве, в раннем детстве, ну и опыт прошлой жизни, вот эта вот вся история. Поэтому мы в любом случае, мы в любом случае кого-то привлечём в свою жизнь. Для того, чтобы это действительно было в радость, это было в развитие, то здесь мы используем тот же самый подход, что и вообще в поиске мужчины или женщины, или партнёра, что и везде. Выход из сценариев, выход из программы, из езды по рельсам, скажем так, и выбор из возможностей. То есть если хочешь счастливых отношений, для начала нужно посмотреть, что вообще ты знаешь об отношениях, что ты думаешь об отношениях, ты думаешь, ты знаешь, что на самом деле у тебя за представление о них, не что кто-то рассказал, не то, как написано где-то, что нужно там выбирать одного партнёра на всю жизнь, или нужно, я не знаю, выходить замуж или жениться в 16 лет, или не нужно выходить замуж или жениться, или что вообще нужно. То есть все эти концепции и точки зрения вызывают очень много напряжения у людей, когда они пытаются, знаешь, взять это, надеть это на себя, и это делает людей очень несчастными часто, потому что это непонятно, как это, например, если концепция, брать концепцию, что должен быть один партнёр на всю жизнь, и вот ты её читаешь, а у тебя уже их несколько было, что тогда, что дальше, всё, то есть жизнь закончилась, исходя из этой концепции, да, или если, допустим, для тебя работает, что тебе нужен один партнёр в длительных отношениях, и это здорово, это хорошо, то какой он должен быть, где его взять, как его привлечь, мы на такого, который действительно будет приносить радость и развитие. Короче говоря, мы говорим о том, чтобы выходить из сценариев, убирать сценарные шаблоны из своего мозга и из своего тела. То есть если ты, убрав сценарию, убрав шаблоны, выберешь потом такую же модель поведения, скажем так, такую же модель отношений, как у твоих родителей, окей, это будет выбор из возможностей, из безграничных возможностей, какие есть. Если же ты не выбираешь и действуешь, исходя из шаблонов, то ты не выбираешь и действуешь, исходя из шаблонов. Вопрос, как найти свою вторую половинку, мне кажется, лучше переформатировать в то, как привлечь в свою жизнь такого партнёра, который действительно будет на радость, который действительно будет для развития, для счастья. И для этого нужно начать изучать, что такое для меня забота, что такое для меня гармоничное отношение, конкретно для меня это что такое, каким должен быть человек, который со мной будет, чтобы я была счастлива. Вот кто из вас может реально ответить на этот вопрос, каким он чувствуется, не в смысле какой у него там цвет глаз или цвет волос, или доход, или ещё что там обычно предлагают в списках писать, а каким он чувствуется, каким он ощущается. Потому что то, что мы ощущаем, то, что мы вибрируем в пространство, это Вселенная считывает. Потому что если ты пишешь, что тебе нужен заботливый, например, пишешь, думаешь, что тебе нужен заботливый мужчина, или нежная женщина, или давайте про мужчин будем говорить, поскольку я в женском теле, для меня так проще будет. Но я думаю, что будет понятно, что аналогия та же самая для мужчин будет. Если нужен мужчина, который будет заботиться, то что это такое забота, вот конкретно для меня, что это, в чём она проявляется, как я узнаю, что обо мне заботятся. И за каждым понятием, за всем тем, что мы транслируем во Вселенную, как запрос, должно стоять реальные переживания, реальные ощущения. Не кротинка, не концепция, которая взята откуда-то, потому что когда ты просто берёшь какую-то концепцию, какую-то точку зрения, откуда-то, неважно откуда, то это работает как пустая схема, она ничем не наполнена. Вот эту пустую схему непонятно, как Вселенная заполняет. Ей нужно что-то живое, что-то реальное, что-то связанное с твоим реальным опытом. И вот поэтому, как правило, часто люди, которые никак не уделяют внимания, скажем так, сценариям, старым программам, старым схемам, как правило, повторяют отношения своих родителей или опекунов, или кого-то, кого они видели, или какие-то кармические старые отношения, или что-то ещё. Потому что Вселенная берёт шаблон, который наполнен опытом. Не хочешь, чтобы старый опыт повторялся, значит, его нужно поднять, исцелить, отпустить, убрать и выбрать из тех возможностей, которые есть, привлечь эти возможности, создать эти возможности, позадавать себе вопросы, что такое для меня отношения, как они для меня работают. Может быть, для меня будут работать отношения, которые ни для кого не работают, нигде не описаны, а для меня это будет хорошо. Может быть, для меня будет какой-то такой формат отношений, который будет создан, сгенерирован Вселенной специально для меня. Но почему нет? Итак, возвращаясь, например, к каким-то конкретным вещам, которые мы запрашиваем у Вселенной, например, заботу, любовь, поддержку, тепло или что-то ещё, задайте себе вопрос, что я конкретно вкладываю в это, как чувствуется для меня забота. Потому что для тебя она может чувствоваться, ощущаться в таком формате, что мужчина, который рядом с тобой, должен обязательно с утра написать тебе, как ты там моя дорогая спала, доброе утро, и вечером обязательно пожелать спокойной ночи. А для него забота может выражаться в том, что он позаботился о том, чтобы ты там добралась домой, например, да, или он тебя сам привёз, чтобы ты была в комфорте, чтобы ты была в тепле и в безопасности. То есть он заботится, у него всё в порядке, а у тебя они в порядке, потому что его способ заботы не совпадает с твоей картинкой, как это должно быть. Вот, вот как-то так. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, нужны ли отношения в принципе? Ну, опять же, это моя точка зрения. Я считаю, что отношения — это один из самых больших вообще подарков, возможностей, и, ну, не хочется говорить слово «испытание», но что-то, где мы можем развернуть свой опыт, да, это очень здорово, когда они есть, потому что в отношениях каждодневных, повседневных, постоянных очень много правды, очень много настоящего. Вот, например, смотри, сейчас стоит камера, сейчас ты, да, вот Дима, оператор наш, люди ещё здесь присутствуют. И я понимаю, что сейчас это мы пишем видео, и мне нужно вести себя адекватно, и что это видео, да, будут смотреть люди, и что, в принципе, этот процесс, он конечен. Мы сейчас запишем, запишем потом ещё какие-то видео, и всё, и на этом завершится процесс. Дальше будут какие-то там вебинары, что-то ещё, но это будет определённый промежуток времени, и этот промежуток времени, он небольшой. И вот что реально проще быть специалистом, там, мастером, знаешь, героем, когда на тебя направлены камеры, или когда на тебя смотрят, или когда от тебя чего-то ожидают, ну, небольшой промежуток времени, да, и когда на тебя смотрят, или когда на тебя никто не смотрит, когда ты каждый день сталкиваешься с какими-то моментами. Вот ты приходишь домой, ты вся такая просветлённая, сейчас, может быть, этот опыт, который вы узнаете, ты узнаешь, люди узнают, да, каждый по-своему сейчас перекладываете на себя. Вся такая просветлённая после каких-то медитаций, после каких-то практик. И ты в это время в отношениях находишься, да, например, есть мужчина, там, или у мужчин есть женщины, жёны, девушки. Ты приходишь, никого нет, нет ни камер, нет ни никого, кто смотрит на тебя, и, например, носки лежат на полу, а ты такая вся просветлённая. Или там мусор не вынесен, а вы договаривались, что он вносит мусор, например. То есть какая-то очень простая вещь, но никого нет, никто на тебя не смотрит. Только ты. И носки. Или мусор. И здесь реально проявляется правда о тебе, когда тебя никто не видит, когда это повседневно, постоянно, и когда это очень простое что-то. Вот ты вспомнишь в этот момент, что твой мужчина или твоя женщина – это тоже проявление Бога на земле, это тоже существо со свободной волей, со свободным выбором. Ты вспомнишь в этот момент, что ты вообще-то духовно развиваешься, что ты в принятии, в любви, или ты пойдёшь как-то по-другому, и разозлишься, и позволишь какой-то другой эмоции быть проявленной. Поэтому отношения – это здорово, это реальная правда. Люди, которые очень близко к нам, наши мужья, жёны, дети, родители, партнёры, они не просто так привлечены в нашу жизнь, они привлечены тем внутренним наполнением, которое в нас есть. И это правда про то, когда человек, который находится рядом с тобой, отражает тебя. Поэтому когда некоторые, скажем, клиенты или клиентки говорят, что их партнёры все-таки неразвивающиеся, все-таки недуховные, все-таки мешающие им, то у меня возникает вопрос, например, «Но разве это не ты сам или сама создала в своей жизни именно такого человека, именно такого человека привлекла в свою жизнь? Разве это не правда о тебе в первую очередь?» Поэтому нужны отношения или не нужны отношения? Этот вопрос каждый задаёт сам себе. Но в отношениях очень много правды, очень много простоты, очень много реального, реальной практики. То есть ты реально можешь не заниматься никакой медитацией, никакими, я не знаю, никакими вроде как тренингами, но при этом постоянно, каждый день задавать себе вопрос, что я делаю в своих отношениях с моим мужчиной или с моей женщиной? Это я делаю? Или это сценарий какой-то разворачивается? Это я сейчас так чувствую? Это моя мысль? Или это я где-то прочитала, я пытаюсь сейчас притянуть это в свои отношения? И вот это уже будет очень крутой практикой на самом деле. Скажи, пожалуйста, если мы говорим, что отношения — это развитие, да? Ты говорила, что хорошие отношения в радости — это всегда развитие. А если, к примеру, отношения имеют негативный опыт, считается ли это тоже развитием? Ну, смотри, я не то, чтобы я говорила, что отношения в радости — это всегда развитие, а отношения — это всегда развитие, вот так. Я, знаешь, я не сторонник того, что если тебе плохо, то это надо терпеть, надо ковыряться, копаться, терпеть это годами, и непонятно зачем. То есть если тебе плохо, значит, что-то не в порядке, значит, это плохо нужно как-то исцелить и убрать из своей жизни, исцелить, трансформировать, отпустить, там разные способы. Можно использовать. Соответственно, если в отношениях плохо, то нужно задать себе вопрос, что такое, что происходит. И, конечно, надо задавать этот вопрос не партнёру, как минимум своему, а себе самой, себе самому. Что я делаю, почему это я создаю такие отношения, такую реальность для себя, в которой я несчастлив, я несчастлива. И это стабильное состояние, да? Мы не говорим же, само собой, о том, что просто плохое настроение, гормоны, звёзды так сошлись, что сегодня у меня плохое настроение, сегодня я хочу, чтобы никто ко мне не прикасался, да? То есть такие ситуации жизненные, простые, человеческие не могут быть. Но если вот стабильное состояние, что всё хорошо, но бывают какие-то сложности, это нормально, да? Это в порядке вещей, это нужно как бы спокойно к этому относиться. То есть это уже не сторонник концепции того, что если у тебя гармоничные отношения, то мир, дружба, жвачка, и никогда не возникает никакого вообще прямо, никакой даже рябины поверхности. Всё возникает. Всякое может быть. Но если что-то стабильно плохо, значит, что-то не в порядке, значит, это нужно поменять. Это не обязательно значит уйти от партнёра, это значит что-то поменять. Начать задавать себе вопросы, что такое, что происходит, почему я так себя чувствую. и начать исцелять себя, скажем так, осветлять себя, разбираться со своим внутренним пространством. Если как следствие этого окажется, что человек, с которым ты проводишь время, он вообще не тот, с которым тебе хорошо, и с которым ты счастлива, значит, с благодарностью этот опыт следует отпустить. Если окажется, что человек, с которым ты вместе, тоже готов двигаться дальше, вы цените друг друга, вы цените то хорошее, что есть, то полезное, ценное, скажем так, что есть в отношениях, то пожалуйста, вперёд, значит, вместе. Это тоже будет очень интересно очень, вместе развиваться, вместе двигаться. Ты хорошее, плохое, значит, категория такая вот для детского сада подходящая. Я считаю, что нет такого понятия, как хороший или плохой опыт. То есть есть то, что конкретно тебя усиливает, помогает, расширяет. Есть то, что конкретно тебя разрушает, мешает, делает тебя несчастливой. И любой здоровый человек, любая здоровая система, человек, животное, растение, существо стремится к тому, что его усиливает, расширяет, помогает, даёт больше энергии. Вселенная движется по принципу расширения. Это принцип, который заложен в развитии. И стремится уйти, убрать из своего пространства то, что ограничивает, сжимает, приносит боль и так далее. Почему столько много фантазий на тему того, что страдания помогают и болевые переживания помогают? Потому что боль — это то, что помогает проснуться. То есть когда тебе больно, тебе очень сложно спать. Вот боль пробуждает, поэтому... Ну, пробудило очень хорошо. Дальше нужно двигаться в сторону того, чтобы уже двигаться с минимальным количеством болевых ощущений, да, не делать культа из страданий, из переживаний. Тем более не говорить, что это мои отношения, это мой крест. Я должна пройти это испытание. Я не знаю, что обычно. Это сценарные какие-то истории про то, что вот это моя жизнь, это моё испытание. Кто это испытание тебе предлагает? То есть откуда эта идея, что нужно преодолевать и быть постоянно в борьбе? Это тоже хороший вопрос. Тоже следует его ожидать. Если у тебя есть идея, что тебе надо постоянно бороться за свои отношения, быть в напряжении, страдать, откуда эта идея пришла? Где ты её купила, где ты её взяла себе? Зачем она тебе нужна? Спасибо тебе большое, что так разорно ты ответила на вопрос. Благодарю. Да. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Ольга Катюкова. И я приглашаю вас на мой онлайн-курс «Алхимия присутствия». Что вы получите? Экологичные инструменты для того, как начать работать с энергией, продолжить работать с энергией, улучшить свою работу, свою практику и делать это экологично, безопасно, эффективно, создавать, сохранять и приумножать результат во всех сферах вашей жизни, в здоровье, финансах, отношениях, деятельности и развитии. И после этого у вас останется инструмент, ясность, память энергии, память тела, как делать это самостоятельно, как самому распознавать, где моё, где не моё, где то, что нужно, где то, что уже не работает, и убирать это с лёгкостью и без сожаления своей жизни. Каждый из вас настолько, насколько позволит, соединиться со своим присутствием, с моментом здесь и сейчас, с этим состоянием, в котором всё возможно. Всё, что вы запрашиваете, всё, что вы хотите, больше, чем вы можете себе позволить. Всё возможно, когда вы присутствуете в своей жизни. Регистрируйтесь на курс, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok